Я сейчас иду на самый старый глашиный рынок в Лиссабоне, и вот я иду по улице Руа-ду-Каиз-де-Санта-Гем, и вот я увидела тут арка Док-Джизис, и решила немножечко снять, не знаю, почему-то привлекло мое внимание, вот, я решила немного снять, так, люблю арки, наверное, поэтому, ну что ж, вот она, такая арка, ну а я пойду дальше, по той же улице, не буду я сбиваться с пути, потому что я так примерно знаю, куда идти, да, поэтому я все-таки пойду по этой улице, по которой я примерно знаю, куда идти. Ну что ж, если что-то интересного, еще я сниму. Видела вот такой симпатичный домик, решила его немножечко заснять. Интересно. Что-то там написано, что это такое, наверное, на этой вывеске. Это Шафа-Риз-де-Л-Рейн, ну посмотрим потом, что это означает. Так, ну а я продолжаю идти, уже там я видела церковь, собор, да, до которого я иду. За тем собором должен находиться этот базар. Так, еще раз, вот, здесь уже, это я все не сворачиваю, иду по той же улице, не знаю, тоже название или нет. Вот показываю, Руа Дукаизди-Санта-Рейн. Да, это все я по той же улице вот иду. Немножко не совсем, по-моему, туристический путь, но тем он и интересен. Вышла здесь вот Беко Дос Картюмес, Ларго Дос Алкакарияс. Мне что-то понравилось, вот эта вот улочка здесь, она очень узенькая. Вот я свернула здесь. Интересно посмотреть, что тут такое. Здесь все такое узенькое. Вот, смотрите, это там, такое расстояние между улочками, да. Это район Алфама. Вот здесь все такие улицы. Интересные. Очень узенькие. До дому, от одного дома можно дотронуться до другого дома. Там вот еще какая-то арка. Проходы везде, идут какие-то ходы, выходы, входы. Одни сплошные лабиринты. Думала, что она не особо туристическая, но похоже, что это оказалась одна из туристических улиц. Почему? Потому что, не знаю, вот видно вам сейчас или нет, сзади меня находится музей Фадо. Так что вот я шла-шла до базара, да, дошла до музея Фадо. Но сейчас я в него не пойду, может быть, зайду как-нибудь позже. В следующий раз. Ну, сейчас я покажу вам. То есть, если вы пойдете по той улице, которую я вам показывал ранее, то вы окажетесь вот в музею Фадо. Оказывается, здесь все очень близко, не так далеко друг от друга. Находится. То есть, опять-таки я снимаю здесь. Это небольшая площадь. Ларго до Шафари-динтро. Вот так. Надеюсь, я правильно прочитала. Здесь даже, вот если вы дойдете до сюда, вот на доме прям есть карта Алфама, сделанная из плитки. Вот так вот. Интересно, правда. Все-таки, наверное, интересно не ходить без туристического путеводителя, потому что никогда не знаешь, куда ты выйдешь и что ты увидишь. Это, по-моему, очень даже интереснее. Познаю, иду. И та улица немножко перешла теперь в другое название. Но я никуда не сворачивала. Это улица Руа до Джардин до Табако. То есть, вот она от Фадо, от музея Фадо. И я продолжаю идти дальше. Все-таки я хочу зайти до Блошиного рынка. Но вот я выбрала идти вот именно по этому пути прямому. То есть, не через улочки Алфамы, через которые я потом как-нибудь прогуляюсь. А вот именно по этой улице я вижу здание какое-то впереди. Я не знаю, может быть. Я так думаю, это может быть вокзал. Но сейчас я дойду и уже там дальше посмотрим, что это. Наверное, эту улицу можно назвать улицей Голубая улица, я бы так сказала. Потому что здесь, вот смотрите, все дома, плитка вся голубая. До конца вот эти домики тянутся до конца. Они вот все из голубой плитки. То есть, если там где-то как-то оно немного меняется, да. А вот тут одного цвета. Вот, да, те домики мы проходили голубенькие. И вот я наконец-то дошла. Практически. Мне осталось подняться вверх к этой церкви. Церковь называется Санта Инграсия. Вот именно за ней находится базар. Но вот этот домик, который, я думала, может быть, это будет вокзал. Это не вокзал, я ошиблась. Это называется музей Милитар. Потому что Милитар это военный музей. Вот он такой симпатичный. В принципе, да, теперь видно, что здесь какие-то такие военные, больше, да, атрибуты в декорации здания. Вот он какой. Очень, да, очень симпатичный этот музей. Кому интересно. Может быть, сюда и зайдет. Это, не знаю, называется правильно или нет, эта улица. Que proibido a fixar anuncios. Не знаю, если это улица или нет. Вот, примерный ориентир. Там тоже что-то написано. Дальше. Вот. Музей. Вот такой вот он. Горка шла-шла, которую я вам показывала. Решила завернуть здесь улица Травеса до Параизо. Не знаю, видно вам или нет. Я решила на ней немного свернуть. Потому что я увидела церковь. Да, вот она. Наша церковь. Я вот, надеюсь, я что за ней как раз и сейчас я выйду к базару. Надеюсь, что я сделала правильный поворот. И это не будет рунг-тен. В одном кино, да? Не туда завернул, как называется. Вот еще немного указываю улочки. Улочки, переулочки. Это все Алфан. Самый старый район Лиссабона. Вот. Я ушла к церкви. В принципе, не знаю, хорошее ли это было, выбор или нет. Сейчас посмотрим, где там есть поворот, а там видно будет. Выбор повернула в нужном месте. В нужный момент. И оказалось именно здесь, где находится самый старый Лиссабонский базар. Так понимаю, по-моему, насколько я помню, вот именно он здесь начинает с 1880 года. Может, и не правда, надеюсь, что это так. Вот. Посмотрим немножко, чем же торгуют на этот базаре. Говорят, здесь можно купить просто все. Местные жители передают привет. Что мы видим? Говорят, можно купить все, просто все. Пока я вижу какие-то старые вещи. Закрытые. Старые книжки. Может, что-то дальше будет интересно. Надеется. Так. Пойду. Ну, что ж, если что-то интересное будет, я посмотрю пучу кампу, конечно. Ну, а там вот, вот этот базар. Вот такой. Вот он прям, вот, сзади церкви, прям на площади. Здесь. А, ну вот, антиквариат. Какой-то антиквариат. Можно увидеть. Ох, ну он вон тянется аж до самого конца. Так. Так что, если кому интересно, я узнала, что он работает по вторникам и субботам. Ну, сегодня вот суббота, я решила прийти в субботу. Потому что среди недели как-то, я не знаю, не особо доверяю, да, среди недели. Но суббота. По базару. Огромный, он просто огромный. Чего здесь только нет. Очень много антиквариата. Очень. Антиквариатка. Ну, одежды, конечно, одежды здесь нет. Такой нормальной. Ну, секонд-хенд. Но антиквариат, сувениры. Очень много антиквариатов. Супер. Мне очень понравилось. Я рекомендую. Сходите. Ну, наверное, полдня, наверное, точно придется потратить, если вам действительно что-то нужно найти. По-моему, здесь можно найти все. Так что, вид такой здесь укрывается церковь. ПО-моему, здесь можно найти все. ПО-моему, здесь можно найти все.